Великобритания Медукраинец, находящийся в Великобритании, имеющий статус резидента, может обменять свои водительские права на права Великобритании без сдачи экзаменов. Для тех, кто не знал, с момента переезда в Великобританию разрешается управлять транспортным средством в течение 12 месяцев, то есть вы в течение года спокойно можете управлять автомобилем по своим украинским правам. Поэтому те граждане Украины, которые приезжают в Великобританию по сезонным визам, вполне могут управлять транспортом по своим правам. Итак, немного предыстории. Украина входит в ассоциацию Designated Countries. Это означает, что страны, которые находятся в этой категории, могут без проблем обменивать свои права на великобританские. Поэтому, если у вас есть водительское удостоверение любой другой страны, входящей в эту ассоциацию, то вы также можете его здесь обменять на английские права. Но, естественно, вам при этом не нужно сдавать экзамен, вы просто их обмениваете. Но при чем здесь 185 дней? Я вам расскажу один небольшой лавхак, который, возможно, кому-то окажется полезным. В дополнение к вышесказанному я хочу сказать, что граждане Украины также могут поменять свои права в течение 185 дней. Если вы находитесь в Великобритании в течение 185 дней в году, то вы получаете статус резидента. А статус резидента дает вам возможность обменять ваши права уже на британские. Итак, мы плавно подошли к тому, как это можно сделать. Значит, первое, вам нужно взять форму D1, это форма для обмена прав, заполнить ее и отправить свои права по указанному адресу, для того, чтобы вам потом в ответ пришли уже английские права. Значит, получить форму можно двумя способами. Первый способ – это оставить заявку на официальном сайте gov.uk. Вы заполняете свои данные, указываете свой адрес и эта форма в течение 10 дней приходит вам на почту. И второй способ – он более быстрый. Вы приходите в абсолютно любое почтовое отделение на территории Великобритании, просите у оператора конверт с формой D1, они вам дают это совершенно бесплатно и вы идете домой и заполняете. Важно! Перед заполнением я вам настоятельно рекомендую изучить инструкцию, которая прилагается к этой форме. Там довольно прозрачно все написано и это поможет вам избежать лишних ошибок. После заполнения формы вы отсылаете свои украинские права, оплачиваете госпошлину в районе 40 фунтов стерлингов и ждете примерно от 3 до 6 недель, чтобы ваши права, точнее ваши новые британские права вернулись назад. Важно! Обязательно проверяйте правильность указания вашего обратного адреса, чтобы ваши права не ушли куда-то еще. Но есть небольшой нюанс, потому что в Британии права разделяются на управление автомобилем с ручной коробкой передач и с автоматической коробкой передач. И, соответственно, когда вы отсылаете украинские права, поскольку в них это не указано, то автоматом вы получаете именно права на автоматическую коробку передач. Но если вы хотите управлять автомобилем с механической коробкой передач, то, соответственно, вам нужно будет сдать тест на общих основаниях. То есть это теория и практика. Кстати, эта вся информация прилагается к форме D1 в том конверте, который вы получаете на почте. А на этом на сегодня у меня все. В следующем видео я расскажу вам, как я попытался поменять свои права на английский, чем это все закончилось, с какими подводными камнями я столкнулся. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. И до следующих встреч. Пока-пока.